Это... Ну я взял это потому, что мне это нравится. Ммм... Подожди, ты же просто... Это прекрасно. Но мне это нравится. Давай я объясню это так, Хэммон. Ты можешь купить собаку лучше, чем мой Вестер Хэллен Терьер. Но мне нравится мой Вест Хэллен Терьер. Да, он кусает почтальона и раскидывает собачьи личинки по всей кухне и ворует еду. Но он... Прекрасен. Привет тебе, Хэллдайвер. Я спешу со свежими новостями с фронта событий. Хотел бы я сказать, что наш фронт всего сообщества сражается с терминидами и автоматонами. Но, к сожалению, нет. Сейчас самая страшная угрожа сообщества Хэллдайверов — это Соня. Кто бы мог подумать, что самый главный враг находится так близко, а мы этого и не замечали. Все было отлично выстроено, тупой ты, сукин сын. У нас был фринг, у нас была лаба, у нас было все, что нужно, и работало это все как часы. Ты мог без всяких закидонов варить и зарабатывать столько, сколько захочешь. Идеальный вариант. Но нет! Ты вдруг решил все изговнять. Ты! Со своей гордыней и своим эго! Хэллдайверс 2 сняли с продажи в 177 регионах после новостей о том, что наличие учетной записи PSN станет обязательным. Ранее я выкладывал ролик о том, что Sony сделали заявление об изменении правил и обязанности привязки аккаунта. Игрокам на ПК вскоре потребуется создать и связать учетную запись PSN, чтобы продолжить играть в хитовый тайтл Arrowhead. Хотя об этом обязательном создании PSN было объявлено еще в январе этого года, новости не очень хорошо восприняли в сообществе. С тех пор отзывы в Steam резко упали, и игра набирает все больше отрицательных отзывов. Всего за последние сутки Хэлдайверс 2 набрала больше 55 тысяч отрицательных отзывов. Создание и связывание учетной записи PSN для игроков ПК кажется достаточно простым, но во многих странах нет возможности создать учетную запись PSN, что делает невозможным для пострадавших играть в купленную ими игру. Поэтому теперь невозможно купить игру в странах, где нет PSN. Сообщества Хэлдайверов выразили опасения, что существующие обходные пути к учетной записи PlayStation Network могут привести к пермаментному бану их аккаунта. Популярный PvE-шутер AteroHead ранее объявил, что к концу этого месяца потребует от игроков привязать аккаунт Steam к учетной записи PSN, что вызвало бурное возмущение сообщества. Многие Хэлдайверы с тех пор задаются вопросом, как разработчики планируют обеспечить соблюдение этого правила, особенно в странах или регионах, где нет доступа к PSN. С момента своего выхода в феврале 2024 года Хэлдайверс 2 неизменно завоевывал расположение сообщества благодаря захватывающему PvE-геймплею и усилиям команды разработчиков по поддержанию связи с сообществом. Однако в одночасье общественное мнение об игре испортилось, после того, как было объявлено, что игроки, играющие в Steam, должны будут привязать свои аккаунты к системе PSN от Sony, если они хотят продолжать играть. Многие фанаты отметили, что PSN недоступен в ряде стран, а значит игроки, живущие на этих территориях, могут быть вынуждены лгать о стране проживания, если хотят продолжать распространять управляемую демократию. Игроки также опасаются, что предложенный обходной путь решения проблемы PSN может привести к более серьезным проблемам в будущем. Как отметили некоторые фанаты, раздел 3 «Условия обслуживания PSN», помеченный в разделе «Создание, использование и безопасность учетных записей», запрещает игрокам предоставлять ложную информацию при регистрации. Это означает, что пользователям запрещено создавать учетную запись в регионе, где они не проживают. В соответствии с правилами, Sony имеет право наказать нарушителей этого правила, чьи аккаунты могут быть подвергнуты пермаментному бану. Хотя некоторые онлайн-пользователи признали, что Sony редко принимает это правило, многие игроки по-прежнему не доверяют компании, так же, как и я. Они считают, что требование привязки учетных записей к PSN – это предательство по отношению к сообществу пользователей ПК. А другие отмечают, что компания также недавно изменила один из ответов на странице PSN 4Q после спора Helldivers 2 без объяснения причины или предварительного предупреждения. В ответ на многочисленные протесты против нового требования о привязке аккаунта, разработчики игры пытаются успокоить своих поклонников. Комьюнити-менеджер дискорд-сервера заявил, что студия все еще обсуждает с Sony возможности альтернативы. Директор Helldivers 2 Йохан Полистетт дополнительно ответил недовольным игрокам, согласившись с тем, что недавнее возмущение было опрадано, но при этом надеясь, что Arrowhead продолжит совершенствовать игру. Учитывая, что количество пользовательских рецензий неуклонно снижается, трудно предсказать, как и сможет ли игра когда-нибудь достичь того же уровня доброжелательности, которого она завоевала за несколько недель после выхода. Даже если это возможно, разработчикам придется пройти долгий и трудный путь, если оно действительно надеется восстановить доверие сообщества. Как сообщается, разработчик Helldivers 2 проводит внутреннее обсуждение спорных требований к привязке учетной записи PlayStation для игроков в Steam. Сообщество Helldivers было охвачено огнем после того, как Arrowhead объявило о планах ввести меры по привязке аккаунтов спустя несколько месяцев после выхода игры. Игроки быстро запланили онлайн-форумы и серверы, требуя объяснений от разработчиков и издателя. В отличие от ошеломляющего позитивного приема, который игра получила в течение нескольких недель после февральского запуска, в последние дни Helldivers 2 вызвало беспрецедентный уровень претензий со стороны тысячи игроков, возмущенных планами компании начать принимать правила, согласно которому пользователи ПК должны будут привязать свои аккаунты Steam к PSN после месячного льготного периода. Многие фанаты протестовали против этого решения, утверждая, что в лицензионном соглашении конечного пользователя игры для Steam нет четкого упоминания о требовании PSN. Кроме того, они отметили, что PSN доступен только в 69 странах и что для игроков, проживающих за пределами этих территорий, простое создание учетной записи уже является нарушением условия обслуживания PSN, что влечет за собой запрет. Общественный резонанс был настолько сильным, что неизбежно привлекло внимание разработчиков. Спиц, комьюнити-менеджер сервера Helldivers 2 Discord, опубликовал сообщение о том, что Arrowhead проводит внутренние обсуждения по поводу крайне негативной реакции по требованию привязки аккаунта Steam и PSN. Хотя Спиц не смог раскрыть конкретные детали переговоров, он заявил, что разработчики ищут альтернативный вариант. И в частности, если не будет найдено решение для стран, не имеющих доступа к PSN, привязка аккаунта, по крайней мере, не будет обязательной для игроков в этих регионах. Но пока это не точная информация, ждем разъяснений. Спиц также уточнил, что изменения в требованиях к привязке аккаунта исходили от Sony, а не от Arrowhead, и что разработчик не собирался заставлять игроков нарушать правила PSN. Он также призвал пользователей высказывать свое мнение, публикуя негативные отзывы на странице магазина Helldivers 2 и массово подавая заявление на возврат денег, что, по словам Спица, дает студии больше шансов на успешнее ведение переговоров с Sony. За все время, прошедшая с момента выхода Helldivers 2, игра достигла значительных успехов. Но недавний шквал споров стал хорошим напоминанием о том, что поспешные решения могут в одно мгновение изменить общественное мнение даже в отношении самых любимых игр. Тем не менее, игроки Helldivers 2 могут быть спокойными за то, что Arrowhead услышала их мнение и теперь делает все возможное, чтобы найти приемлемый компромисс. Helldivers, призываю вас, не делайте каких-то либо поспешных действий в отношении привязки аккаунтов Steam к PSN. У нас всех есть время до 30 мая. Кто-то уже полным ходом пытается вернуть деньги за игру, а некоторые и вовсе получили Helldivers 2 через гифт, что в данном случае не дает шанса на возврат, так как это подарок, а не прямая покупка на площадке. Я настоятельно рекомендую выждать время для более детальной информации и не ломать дров с горяча. Да, я понимаю, что большая часть сообщества в негодовании. Мое мнение также солидарно с вашим. Я пребываю в большом разочаровании от происходящего. Но надеюсь на лучший исход этого события. Это переломный момент в истории Helldivers 2. И мы должны показать, что готовы выстоять это давление со стороны Sony, каким бы оно ни было. Helldivers, сейчас мы должны быть еще более ближе и сплоченнее, чем когда-либо. Ради свободы. Ради демократии. А на этом у меня все. Не забывай поддержать меня пальцем вверх. Тебе не сложно, а мне будет приятно. До встречи в новых роликах. Пока-пока.